Хочу сказать о том, что у меня вот это путешествие, да, наше Украинское, оно еще для меня полно просто удовольствия. То есть это сплошное удовольствие в том, что это искреннее, во-первых, искреннее общение, очень-очень близкое с вами. Это просто нереально, да, насколько мы друг друга хорошо почувствуем, насколько хорошо ходим, насколько мы ходим прожили за это время. С одной стороны, с другой стороны, это только вкусности, да, начиная от всяких каких-то итальянских блюд, да, с неким попробуем, можно сказать о вкусах, то есть в первых раз я попробую сегодня-местерить, что-то, что-то, что я знаю, то, что для меня важно, взаимно, вкусно, да, То есть я вам с вами делюсь, я получаю от этого реально очень большое удовольствие, потому что я думаю, что-то новое такое открыть, да, чего вы получите удовольствие, да, это очень большой кайф. Вот, и я хочу сказать, что я поняла, что один из смысла жизни, да, отдавать, потому что когда ты отдаешь что-то, это случилось класс, класс к кастрюлю, как мы говорили на вечерашнем, да, это события, да, приятный. Вот. Ну, то есть я реально я люблю, я хочу, чтобы это сортие вспомнило нас, наши панели, вот, на ощущения и называлось это. когда вы будете вспоминать об этом событии, чтобы у вас были самые лучшие эмоции. Звучит у нас главный юридический поезд. И мы сразу раз вспоминаем эту событию. Следующий. Давайте я скажу про это. Для меня эта поездка оказалась еще важнее, чем я думала, что она была. Я думала, что для меня это будет очень сильной прокачкой в плане продвижения в сетевом бизнесе. То есть я настраивалась на обучение, на то, что прям все работало. А получилось неожиданно, это больше даже как какое-то личное, внутреннее осознание. То есть у меня, в принципе, такие достаточно значимые, линдиозные желания. Но я почувствовала по-настоящему, насколько можно получать удовольствие от сегодняшнего момента. И не думать, например, о том, как там другие, не думать о том, как справиться. И вот такая важная осознашка по поводу того, что, наверное, я действительно по степени себя недооцениваю. Не уверенность, которую я учу. У меня там есть внутренняя сила, есть внутренняя смелость. Смелости вообще полно. А вот именно уверенности в себе, видимо, на них хватает. И вот это для меня к фону тренинги пришел. Причем на все то, что мы сидим, где-то в новые места, кушаем, то, насколько искренне мы общаемся. И я действительно заходила, брала вещи и не смотрела на ценник. То есть потом, конечно, уже когда, если мне понравилось, я, конечно, уже смотрела. Ну, и вообще не жалею. Я настроилась не то, что буду выходить из этой зоны. То есть я обычно беру себе вещи, которые я беру обычно. Сейчас твоя сумка, которую Даша мне сказала, что она для меня другая. Но я уже настроилась на то, что... Вообще для того, чтобы что-то изменить, чтобы поменяться, нужно делать что-то другое. Значит, нужно вещи брать другие. Нужно ходить в другие места, в такие там рестораны. Нужно есть другие места. То есть нужно совершать действия для тебя нетипичные. Вот. И это же, я думаю, я перенесу, в принципе, и на работу. То есть, думаю, типично для меня это не отчасти слава. Да, 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 да. Это, конечно, сейчас будет круто. Вот. Ну, короче. И мне очень-очень сильно хочется в ВЦ, что я написала, это то, что мы приедем в Америку. И не только там я с Виталией и Дашей. То есть помимо этого еще два человека должны были встать. Вот. Это обязательно. Спасибо вам. Круто. Мурашки. Вот я маленько скажу. Я скажу, во-первых, то, что я себя, правда, недооцениваю. То есть, есть раньше какой-то там, период типа юношества, наоборот казалось, что я сам и вообще классный, я сам подготовим, я не понимаете. А потом в этот период ты думаешь, блин, я такой плохой, все проблемы во мне. То есть, все, что случается, это потому, что я плохой. Оказывается, все, что случается, все делается для тебя. И что нужно просто фокусироваться на том, что ты хочешь иметь. То есть, то, как ты будешь это видеть еще. То есть, для меня это стало очень важно в этой сессии, в нашей такой сессии. Вот. Это прям реально меня поразило то, что... Я поняла, что я тигр. Что... Я думала, что я котенок, то есть, ну, что касается там, не знаю, работы, учебы, отношений и так далее. Вот. То есть, я правда не думала, что я такая девочка, а на самом деле, что во мне столько силы, столько энергии, столько позитива, которым я могу делиться. То есть, я согласна была с Виланой, с моей мамой, что правда нужно отдавать. То есть, у меня даже не было вообще в голове, что нужно кому-то что-то давать. То есть, как бы, я, типа, черпала, черпала все. А сейчас я понимаю, что, наоборот, можно делиться тем, какой ты есть. И люди сами будут хотеть быть рядом, будут хотеть быть как ты, хотеть быть в твоей команде, с тобой, не знаю, вместе, как с другом и так далее. То есть, это очень интересно. Еще хотела сказать то, что, наверное, такой самый большой смысл, это то, что нельзя рассказать, что было здесь. То есть, это как, типа, первое правило бойцовского клуба, это никому не говорить о бойцовском клубе. Но я думаю, что люди, которые вокруг нас, что они заметят наши изменения и сами уже, если захотят, то поймут, что с вами произошло. И они это увидят и скажут нам. Отлично. И это всегда. Отлично. Здраво! Отлично. Отлично. Теперь я хочу спросить. Мое правное сознание, вообще я, если честно, очень сильно вам благодарен, за эту возможность, что он поедет сюда, чтобы ей воспользоваться. Честно, как Маша говорила, я ожидала, что будет прокачка в работе и так далее. Но мы никакой ужин, это было как раз, мы не знали в себе. Я четко поняла, что на самом деле в нашей жизни ничего случайного не бывает. Мы либо выбираем это, либо нет. И выбираем мы либо головой, мыслями, какими-то, какими-то, сердцем. Я понимаю, что действительно слышит любое сердце. И я рекомендую, естественно, каждому человеку, чтобы научиться на своем сердце. Потому что, действительно, наши мысли, они, возможно, кем-то не слышны. И я, конечно, не говорю, что это реально. То есть, я реально сфере этого не принимаю. И такие сессии, я не знаю. То есть, я очень сильно отрелась перед вами, да. И я действительно нужную очередь, чтобы я открылась. И я хочу, чтобы я открылась. И мне очень хочется идти. Все, как настоящие лидеры. Мне хочется стремиться до ваших днях. Сознать меня очень слышно. Я хочу, чтобы очищение внутри меня. То есть, удовлетворение, радость. Как я сегодня сегодня буду делать. Больше, чем я буду. Не нервничать, как я это обычно люблю делать. То есть, я очень рада. Мне дарю инструменты, как мне контролировать свои какие-то, возможно, негативные мелочи. Это очень круто. Это без цены, правда. Это супер, вообще. Спасибо большое. Человек, который сначала всех послушает, а потом подлитожит. У меня это хорошо. Никто у Бога. И всего этого я просто сделаю такие опыты. Но, если серьезно, на самом деле, для меня эта поиска, она объединила все время очень много разных моментов. Первый момент, который я бы хотела обозначить, это встреча с теми людьми, которые у меня не просто теряются наставниками, которые не просто теряются партнерами, это люди, которые я очень сильно люблю. И когда-то, это действительно было так, когда-то мы мечтали о том, что мы будем встречаться с гражданами, просто для того, чтобы провести время и рассудить какие-то вопросы, и люди сейчас это делают. И мы вводим себя на новости, это очень классно. Люба вообще приезжает из разных, из одного места, в разные уголки, где находятся родители. Это очень клево. Это первый момент. Второй момент, что мы соединили, мы соединили очень классные вещи. Работу, да, причем очень серьезную работу. Работу над собой. Работу над собственными донечениями. На собственными донечениями. На собственные донечениями. Что нам решать. И в то же время, вот этот сумасшедший шоппинг, да. Как-то вкусно восток. И столько вкусной еды. То есть мы накупили себе столько вещей. Мне пришлось купить второй чемодан. То есть вот я вообще не знаю. Я мечтаю о том, что я знаю, что мы ее воплощаем. Это невероятно круто. Но третий момент у меня. Знаете, он такой, он очень важный и очень интересный. Дело в том, что, ну, ребята, знаете, да, что у меня есть такой, ну, Мой момент, который я преодолеваю. Те, что я сейчас не нахожусь на месте, здесь и сейчас. Да, я нахожусь на месте. Я думаю о том, что у меня происходит в городе, Я думаю о том, о чем я происходила с партнерами, Я думаю о том, что у меня там не может помнить или ещё сейчас, Я думаю, что будет. Вместо того, чтобы нахожусь, чтобы наслаждаться на мерах здесь и сейчас. И вот в этой поездке я каждый раз проживала каждый день, Я кайфовала. И вот это ощущение всего самого счастья, оно в моменте, оно в каждой ситуации, оно в том, как вы сидите и наворачиваете, и как Света сидит и причмокивает, как же это вкусно, оно в том, как мы сколько часа летим в этом магазине и что-то все примеряем, и потом идем с улыбкой душей и радуемся вот тому, что вы какие-то прекрасные, да. И вот в том, как мы показываем все и делимся тем, что вы делали в течение дня своего вечера. Вот эти вещи, они реально очень важны и нужны, и эта поездка для меня стала в этом плане очень трудно, так вот это прикольный. И именно, наверное, такой стиль жизни мне подошел. Я хочу продолжать это, я хочу развиваться, я хочу совмещать прекрасные ужины, прекрасную команду, причем очень много. Вот эти дни, мне надо, знаете, эта поездка, она действительно особенная. Она первая и она знаковая. И у нее не повторится, никакого не будет. И это начало, которое мы с вами закончили. Да, вот в такой атмосфере, при таком очень классном, реальном, очень мощном. Вот видите, по вам, ребят, да, вот такую прокачку, да, вот про перепрошивку, какие теперь это, да, это вероятно, ценно и иногда это важно. Я думаю, что это даст свои результаты в будущем. Причем в ближайшую очередь, потому что каждый из нас есть деньги, да, при этом. Давайте, не знаю, в одни из наших бакалов столько сумасшедшего в эту неделю внимания. Спасибо вам всем за это. Ничего. Так просто пролетело время вообще. Просто мало людей. Сказать. У здесь кишина. Белое солнце в пустыне. Всегда что-то когда-то начинается. Оно начинается из чего-то. Или с кого-то. И поэтому те, кто здесь находится, с вас все начинается, правда, и когда у нас будут миллионы организаций, а у нас будут миллионы организаций, и будет миллионы людей, и будет тысяча кристалл-клубовцев, или даже десятки тысяч кристалл-клубовцев, вот такого, а аутентичного больше не будет. Как вы думаете, когда мы сможем так вот шестерок собраться и поговорить? Я не знаю. И когда мы строим этот бизнес, строим его от души, одна из наших ценностей, мы его находим публично, это путешествие, много путешествий, и мы хотим путешествовать с семьей. Поэтому здесь Люба. Жалко, Сереги нету, опять не убежал, про косячил. Но вот Ира сказала, а это относится ко всем. То есть у нас восприятие как к семье. И вот тот, не знаю, даже, наверное, тренингом, который мы делали, я уже об этом говорил, мы делали еще одно проживание. Каждый раз проживать это сильно затратно эмоционально, но это сильно ценно, это сильно глубоко. Но, смотрите, что у нас получилось. Мне кажется, это мало еще будет понятно, но чем выше будешь идти по первой лестнице, тем больше будешь так понимать. Когда ты находишься, например, в клубе, ты 99% говоришь о бизнесе. Ну, на тренингах, на выступлениях, ну, о продукте и бизнесе. Когда ты в Голд Клубе, мы уже говорим не только про бизнес. Мы там где-то, ну, наверное, 50 на 50, да? То есть мы там говорим про бизнес, говорим про личные навыки, говорим про передачу знаний, про что-то такое говорим, ну, про создание системы. В Кристалл Клубе. Сколько времени мы говорим про бизнеса? Один процент, пять процентов. То есть, смотрите, в этом суть бизнеса. То есть вопрос, те люди, которые дойдут до Кристалл Клуба, они будут говорить про вот эти вот устрицы, про шопинг, про частные самолеты, про что там еще там, про мечты мы говорили, про ценности мы говорили, про отношения мы говорили. Это ведь является нашей ценностью, по-моему, сделать. Понимаете? То есть это говорит о том, что мы сильно, качественно изменили свои мысли, а значит, свои действия, а значит, и свой результат. Но чтобы туда дойти, нужно сделать определенную работу. Мы ее сделали вместе. Я отношусь к вам как к семье. Поэтому я просто хочу вам сказать спасибо большое, что вы поехали. Спасибо большое, что мы были вместе. Это теперь навсегда останется во мне точно. И когда пройдет какое-то количество лес, мы будем вспоминать историю, и мы будем рассказывать эти истории, и мы будем рассказывать эти истории про тех людей, которые это любили. Поэтому, друзья, за вас и за эту историю.